Пятый канал представляет Вы верите в любовь с первого взгляда? Считаете, что браки должны заключаться на небесах? Что заставляет двух вчера еще незнакомых людей сегодня решить, что они должны провести жизнь вместе? Во все времена поэты и художники воспевали магию любви, способную сделать человека счастливым или заставить страдать. Но лишь недавно нейробиологи вплотную заинтересовались вопросом. Что происходит с нами, когда мы влюблены? Какие химические процессы несут ответственность за наше любовное безумство? На самом деле, каждый человек – это маленький завод, который производит сотни гормональных веществ. И центр управления этим производством спрятан глубоко в подсознании. Но как возникает химия любви? И можно ли самому управлять своими эмоциями и выстраивать свою личную жизнь? Можно ли при помощи подсознания нарисовать себе образ идеального партнера? Везде, где бы я ни рисовал, выходил один образ. Такие вот глазищи, прям вот вытаращенные глаза. И взгляд такой внутрь, вот как бы внутрь себя. Как работают техники по привлечению любви в свою жизнь? Формулируйте свои желания в настоящий момент. Я имею самого лучшего мужа на земле. Я его люблю. Он любит меня. Мы доверяем друг другу. И почему, прежде чем отправляться на поиски второй половинки, нужно прежде всего полюбить себя? Когда мы сами себе нравимся, тогда мы нравимся мужчинам. Как работают механизмы любви и выбор партнера? Как это происходит с точки зрения биохимии? На самом деле при влюбленности вырабатывается огромное количество разливных гормонов, которые радикально меняют человеческое поведение. Почему одним везет в любви, а другие всю жизнь не могут найти ее? Женщин в моей жизни были тысячи. Я баба. Я этого не скрываю. Правда ли, что любовь живет всего три года? Что делать, если брак трещит по швам? Советы от психологов. Секрет успешных отношений писали всегда на стене рабочей столовой. Будем взаимно вежливы. Эксперимент нашей программы. Сможет ли актриса и модель Лайма Ирбис найти свою любовь за четыре недели? Любовь с первого взгляда имеет вполне научные объяснения. Мозг оценивает возможного партнера за 7 десятых долей одной секунды. Во-первых, вы смотрите визуально. Ну, например, блондинка, ножки из ушей, талия не 120 сантиметров, тоже хорошо. И все-таки возраст не 70. То есть, вы смотрите, он же вполне пригоден. Для чего? Для репродуктивного события. Это единственная цель любых организмов на этой планете. В носоглотке у каждого человека есть особые рецепторы. Они реагируют на летучие вещества, у которых нет ни запаха, ни вкуса. Феромоны. Всего пары молекул достаточно, чтобы мозг получил сигнал. Рядом есть подходящий партнер. Вы не понимаете, почему эта маленькая красотка вдруг так поразила ваше сердце. Она не сердце поразила. Она феромонами поразила ваше сознание, не действуя напрямую на ваше понимание мира. Затем в дело вступают так называемые лимбические системы. Древнейшие структуры мозга. Они достались нам от первых млекопитающих. В момент влюбленности, говорят ученые, гипоталамус, надпочечники и щитовидная железа выбрасывают в кровь десятки психоактивных веществ. И этот коктейль может любого свести с ума. Вы задумывались над тем, как происходит выбор объекта влюбленности. Уверены, что инициатива исключительно в ваших руках. Ошибаетесь. Здесь первую скрипку также играет наш мозг. Дело в том, что у каждого человека в подсознании заложен определенный тип наиболее подходящего для него партнера. Мы можем даже не осознавать, каков этот идеал, но мозг его знает. И при совпадении всех заложенных характеристик начинает активно сигнализировать. Мало того, за наши успехи или неудачи в личной жизни тоже отвечает подсознание. Оказывается, любви надо учиться. Некоторые, как? А как любви надо учиться? Она что, не сама приходит? Сама силушка не приходит, сами мозги не приходят. Но это надо просто развивать. В этом зале около трех тысяч женщин и всего один мужчина. Психолог Павел Раков проводит очередной тренинг. У всех дам здесь одно желание – научиться находить общий язык с противоположным полом. В некоторых ситуациях вы родитель, в некоторых ситуациях вы ребенок, в некоторых ситуациях вы как партнер, да? Но тем не менее, для того, чтобы развивать отношения с мужчиной, вам нужна женственность. Словно ученицы на уроке, взрослые женщины записывают в блокноты советы коуча, а потом делятся впечатлениями. Первое, что я начала делать – это улыбаться. И мужчины, которые раньше меня не пропускали, теперь они передо мной открывают дверь, передо мной двери вообще теперь открываются всегда. Я построила новые отношения, я счастлива, я настолько чувствую себя женственной, что мир вокруг вообще изменился. Я перепрыгнула в новый аквариум. И ученые, и психологи утверждают, управляя своим подсознанием, мы можем привлечь в свою жизнь нужного человека, построить любовь и жить счастливо. Мы проведем социальный эксперимент и проверим, реально ли это. Это актриса и модель Лайма Ирбис. Родилась в Москве, но долгое время жила в Европе. Но карьера там не сложилась. Полтора года назад девушка вернулась в столицу. Живет на съемной квартире. Снимается в эпизодических ролях в кино. Куда позовут туда? Я так спрашиваю, фото, видео. Можно подумать, я сильно выбираю. Зовут фото, еду на фото. Зовут видео, еду на видео. Чего? Разница-то? И то, и то интересно. Чаще всего в кадре она роковая красавица. Соблазнительница с вызывающей внешностью. Правда, в реальной жизни Лайме ближе другой образ. У меня мало платьев. Я ношу больше брюки. Брюки, джинсы, леггинсы. Что, что удобно? Поплатье – это неудобно. Надо сразу туфли. Любовные страсти кипят у нее только в кино. Вот уже несколько лет девушка одинока. Мужчины видят в ней только подругу, но никак не даму сердца. Сегодня мы попробуем разобраться, почему Лайме так не везет. А также, получится ли у нее найти свою любовь за 4 недели. Сегодня актриса идет на встречу с психотерапевтом, экспертом по отношениям Александром Колосовым. Лайма, расскажи, пожалуйста, что происходило в отношениях, почему они не складывались? Вначале всегда было все замечательно. Прям даже вот... Не то, чтобы не придраться, а и бабочки в животе. Но потом мужчины, не то, что прямо вот резко и внезапно, постепенно, медленно, верно, они начинали тиранизировать меня. Все отношения заканчивались тяжелым разрывом. Со слезами, скандалами. На вопрос, о какой бы ты хотела видеть идеальную семью, Лайма пожимает плечами. Ей сложно это представить, ведь своих родителей она идеальными не считает. Родители очень много работали, я их в том периоде, я помню, что я их видела очень мало. Коуч выясняет, Лайму воспитывал старший брат. Я его называла Мапа, и мы с ним были как не разлей вода, то есть вот куда он, туда и я. Может быть, проблемы Лаймы родом из детства? Эксперты говорят, если у вас не складывается личная жизнь, загляните в свое прошлое. Чаще всего мы строим отношения, исходя из того, что в нас заложили родители. Например, это девушки, которые вот очень хотят замуж. Да, это те девушки, у них 100% есть страх остаться одной. У них 100% там в семье зачастую папа уходил рано из семьи. Многим девушкам кажется, что штамп в паспорте или замужество это какое-то спасение, какая-то волшебная таблетка. И это одна из ключевых причин, почему женщина не может выйти замуж или встретить мужчину. Поэтому эксперты дают совет. Не повторяйте путь своих родителей. Скажите себе, на мне это закончится. Стройте свою жизнь. Возможно, и наша героиня Лаймы выбирает не из тех мужчин. Сможет ли психотерапевт Александр Колосов указать Лайме новый путь? Или для начала ей надо разобраться со своим сознанием? Может, именно причудливые химические процессы мозга не дают ей вырваться из порочного круга? Посоветую внутреннюю веру, усилить внутреннюю веру, выйти в место, это называется места повышенной концентрации ММПК, достойных мужчин. Ты красивая, интересная, молодая, пока еще. Но время бежит со страшной силой. Я поняла. Смотрите далее. Ожившая картина. Как художник Мирошник нарисовал себе жену? Красиво, получилось. Везде, где бы я ни рисовал, а выходил один образ. Почему одним везет в любви, а другие всю жизнь не могут найти ее? В конечной жизни были тысячи. Я бабник. Я этого не скрываю. И чем закончится знакомство нашей героини Лаймы с мужчинами в ресторане? Здравствуйте. Я хотела бы угостить вас с шоколадкой. Она не очень сладкая, это горький шоколад. Извините, я котел в ровно душен. В связи с чем вы такой выразносчик шоколада? Но с чего же начать поиск второй половинки? Как привлечь в свою жизнь любовь? Нужно взять листок бумаги, написать 10 качеств этого партнера, представить его, как он выглядит, как он говорит, как он ходит. И люди признавались, что потом чудесным образом, через несколько дней, недель или месяцев, именно такой человек, прям в деталях соответствующий, попадается в их жизни. Попытайтесь представить образ потенциального партнера. Попробуйте описать или даже нарисовать его. Известный художник Константин Мирошник именно так и нашел свою вторую половинку. В этом году они с женой Натальей отмечали фарфоровую свадьбу. 20 лет вместе. А началась эта любовная история с портрета. Еще до знакомства с женой Натальей я везде рисовал. Но взойдет над морем красный свет. Такие вот глазищи, прям вот вытаращенные глаза. И взгляд такой внутрь, вот как бы внутрь себя. Не веселый взгляд, а такой, ну, какой-то одухотворенный. С каким-то маниакальным упорством Константин рисовал эту необычную девушку Тебя не было бы тех слов. Пока однажды не столкнулся со своей воображаемой музой на вступительных экзаменах в Академию жилописи. Вот отдельно. Вот, видишь, вот Наташин портрет. Вот она с цветочками. Такая нежная, лирическая работа с луной. И все такое. Наташа же на этой картине тоже вот присутствует. Видишь, блуждающая фигура по берегу моря. Мало того, супруги-мирошники нарисовали своих будущих детей. Константин и Наталья долгое время мечтали стать родителями, но никак не получалось. В какой-то момент они заметили, что в их картинах появилось много сюжетов на детскую тему. Один детский портрет, другой. Сейчас мирошники сами говорят, что происходило это совершенно неосознанно. Настолько в их головах засела мысль о ребенке. Так им его хотелось. Мы рисовали детей, а в итоге оказалось, что это наши дети. Мы узнавали в тех детях наших детей. Уже сейчас мы их узнаем. Невероятно. Но после того, как Константин нарисовал портрет воображаемой рыжеволосой девочки, Наталья забеременела. Наша Полина, посмотрите вот на тот портрет и на этот. Видите сходство? И та рыженькая, и эта. У этой волосы длинные, вот кудрявятся, и у той. Одинаковые девочки. Видно? То мы писали, еще не было у нас никаких детей. А тут вот наша вот такая же появилась. Неужели картины Константина Мирошника оказались пророческими? И он силой мысли притянул к себе будущее. Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Зигмунд Фрейд. Итак, наше подсознание нарисовало образ потенциального партнера. Но где теперь его искать? Телеведущая Исваха Роза Сибитова дает свои советы. Самое главное правило успешного знакомства – искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. То есть, другими словами, нельзя голодно ходить в магазин, возьмете первый, что попало под руку. Поэтому искать партнера надо там, где много мужчин, которые готовы предоставить сытую жизнь. Если вы хотите мужчину ласкового и нежного, творческого, во-первых, сформулируйте. При этом понимаете, что творческий мужчина среди них, как правило, ну, допустим, среди бизнесменов, как правило, каждый успешный, с разницей с доходом. А если творческий, соответственно, степень успешности там уже, ну, падает. И где эти успешные собираются? Ну, хотите, на каком-то театральной тусовке. Какие-то корпоративные вот эти вот вещи. На фестивале творческие и так далее, и тому подобное. Героиня нашего эксперимента Лайма свободна и открыта для новых отношений. Но где же ей искать мужчину мечты? Колыч Александр Колосов назначает девушке встречу в ресторане. Лайма, день добрый. Добрый. Я тебя пригласил в этот ресторан для того, чтобы... Что? 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 Я не знаю. Вопрос, солнце мое. Ты хочешь умереть? Старой девой в одиночестве. Да нет? Ответ вижу. Можешь не говорить. Я не готова сразу. Вот тебе четыре шоколадки. Маленьких шоколадки. Ты будешь подходить к понравившемуся тебе мужчину и давать ему эту шоколадку. Поначалу это задание смущает Лайму. Но тренер объясняет. Это упражнение нацелено на вполне осязаемый результат. Мы это делаем для того, чтобы ты могла легко завязывать отношения. Легко завязывать и легко выходить, если это будет не тот мужчина. Ок. Ок. Итак, попытка номер один. Не прошло. Здравствуйте. Я хотела бы угостить вас в шоколадках. Она не очень сладкая, это горький шоколад. Извините, я кричал бы равнодушен. В связи с чем вы такой выразносчик шоколада? Нет, я просто вас видела и хотела вам поднять настроение немножко. Спасибо. У меня с настроением как раз таки все в порядке. Вы хотите позавтракать? Честно говоря, не... Ну, просто я женат и... Ну, честно говоря, вы не в моем вкусе. Я поняла. Хорошо. Жене привет. Неудача не останавливает лайму. Она твердо намерена продолжать эксперимент дальше. Здравствуйте. Привет. Я бы хотела угостить вас в шоколадке. Она с орешками, не помню, с миндалью. Вкусно? Вкусно? Ну, хорошо, я обязательно попробую. Мужчина представляется Кириллом. Через 10 минут беседы он делает лайме предложение. Но совсем не такое, о котором мечтала девушка. Мы можем просто сначала покататься по Москве. Машина у меня там припаркована. Что думаешь? Я пока отогреваюсь с улицы. Отогреться мы в машине с тобой можем. Я думаю, это как-то быстровато отогреваться. Я пока схожу в бар. Лайма сама прерывает беседу. Она уже сомневается в успехе эксперимента, но подсаживается за стол к третьему молодому человеку. Добрый вечер. Вам как раз к чаю. Раз еще нет, я подумала, что шоколад будет самым верным. Он с орешками. Как вас зовут? Меня Лайма. Приятно. Меня Женя. Ясно. У вас только татуировок. У меня тоже есть немножко. Кроме татуировок, у Евгения с Лаймой оказалось много общего. Этот разговор продолжался около 15 минут. Давайте, может, номерами с вами обвиняемся. Хорошо. Да. Написывайте. Тренер, следивший за происходящим со стороны, предлагает закончить эксперимент. Но Лайма вошла во вкус. За столиком в углу она заметила симпатичного мужчины. Как вас занесло сюда? Часто здесь, бывает, я просто здесь сижу, кушаю, но очень часто вас вижу первый раз. А вы здесь где-то работаете, живете, что ли? Я первый раз в этом жизни. Я через дорогу работаю. А. Вот, зашел перекусить. Леник просто готовить дома. Это значит, что мужчина, скорее всего, холост, поэтому у Лаймы есть шанс. Она выясняет, что Алексей – бизнесмен, а в свободное время занимается танцами. Девушка признается, что всегда мечтала научиться танцевать танго. В этой роли я себя не желаю. Вы любожелание? Да, поэтому я говорю, можно попробовать. Я думаю, мы совместными усилиями можем прийти. Совместными усилиями можно много куда прийти. А можно тогда ваш телефончик, мы с вами созвонимся? У нас, значит, ничего не получится. Психотерапевт Александр Колосов уверен, эксперимент удался. Лайма познакомилась с четырьмя мужчинами. Первый оказался женатым. Второй пытался сразу затащить ее в постель. Третий и четвертый оказались достойными. И она начнет танцевать танец отношений с ними. Попробует развивать и продолжать эти отношения. Знакомство – это всего лишь первый шаг. Чтобы построить серьезные отношения, нашей героине нужно заставить свое подсознание работать по-другому. Стать более женственной, мягкой и гибкой. Как будут происходить изменения? Вы не задумывались, почему у одних вся жизнь – это череда любовных романов и толпы поклонников или поклонниц, а другие всю жизнь проводят в одиночестве? И дело вовсе не в физических данных. Психотерапевт Александр Теслер уверен, что большинство его клиентов страдают из-за обманутых ожиданий. 20 лет назад одна моя красивая и замечательная пациентка спросила меня, почему мужчины дарят мне парфюм, не тот, который я хочу, а тот, который посоветует какая-нибудь барышня из парфюмерного магазина, и почему мужчина в сексе делает не то, чтобы мне понравилось, а то, что он видел в последней немецкой порнухе. Ученые уверены, что наше сознание – крайне эгоистичный механизм. Он настроен исключительно на выживание. Поэтому люди чаще слышат совсем не то, что им хотели сказать. Так устроен мозг человека от природы. Ко мне часто обращаются и мужчины, и женщины. Проблема у них одни и те же – недопонимание. Как только вновь восстанавливается понимание и в семье, то налаживается и секс, и отношения, оказывается, все не так уж было и плохо, а наоборот, просто стоило сделать шаг навстречу. Люди, которые владеют этим искусством в совершенстве, добиваются поразительных результатов. Эту ничем не привлекательную женщину называли «музой русского авангарда». За Лилией Брик ухаживали Распутин и Шаляпин, а Маяковский сходил по ней с ума. Все биографы Брик говорили, что, несмотря на отталкивающую внешность, Брик обладала невероятной энергетикой и сексуальностью. Она как магнит притягивала самых талантливых мужчин своего времени. Смотрите далее. Как работают техники по привлечению любви в свою жизнь? Формулируйте свои желания в настоящий момент. Я имею самого лучшего мужа на земле. Я его люблю. Он любит меня. Мы доверяем друг другу. Откровенные признания Дмитрия Деброва. Как секс-символ отечественного телевидения стал примерным семьянином? Каждой женщине надо относиться как к единственной неповторимой, хоть даже на одну ночь. И продолжение эксперимента. Почему Лайм Ирбис отказывается надевать свадебные платья? Как вы себя ощущаете? Непривычно. Известный телеведущий Дмитрий Дебров никогда не считал себя красавцем. Однако отбоя у поклонниц у него никогда не было. Вы с ума сошли? Я бросил считать на первой тысяче. В своих самых ярких романах Дмитрий вспоминает с удовольствием и легкой ноткой ностальгии. Охи любил же я ее безбожно. Главное, я и жить-то с ней не мог, потому что это жить на вулкане. Она же была лидер. Это мною она будет руководить, донским казаком, полковником казачьим. Будет руководить. Нет, не будет. Мы, ну, только что, конечно, не дрались, но это был ужас. И без нее нельзя, понимаете? Вот такой бывает роман. За плечами у Дмитрия четыре брака. Телеведущий утверждает, после долгих поисков он нашел свой идеал красоты. Ну, посмотрите, нос, глаза, губы, грудь. Да-на-да, товарищи. Ага, символ изобилия называется это. Пожалуйста. Ну, а символ изобилия... Знаете, нельзя долго жить с женщиной, у которой жухлый зад. Господь послал мне ее. Она первый раз приехала, еще вот только 10 класс закончила, на конкурс красоты в Москву. Если бы я на один год опоздался, я опоздал. Видели бы вы сейчас Полину в интернете, он с олигархами какими-нибудь. Но в чем секрет такого ошеломляющего успеха Дмитрия у женщин? Секрет прост. В его отношении к ним. Каждой женщине надо относиться как к единственной неповторимой, хоть даже на одну ночь. Интересно, что примерно то же самое говорила о своих любовниках Лили Брик. Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный. Но что другие этого не понимают. Свой совет дает женщинам и Дмитрий Дебров. Послушайте, да займитесь же вы собой. Ну почему же вы час убиваете каждое утро на то, чтобы навести марафет, накраситься, наилучшим образом одеться, когда отправляетесь в офис, чтобы вами любовали совершенно ненужные вам чужие мужчины. А тот, от кого зависит ваше семейное счастье, видит вас в отвратительной, домашней, даже одежды ты не надуешь, в халате засаленном. Дорогие друзья, дорогие женщины, за мужеством сексуальная жизнь не только не заканчивается. Вот тут-то все и начинается. Так не ленитесь же. Покупайте красивое белье и вперед в погону за семейным счастьем. Однако миллионер, музыкант и бывший депутат Московской Думы Андрей Ковалев говорит, все не так просто. Его, например, вид роскошной дамы на красивой машине может только отпугнуть. Я никогда не буду знакомиться с девушкой, которая ездит на Парше Каена и не ходит в Лабутен. Просто никогда принципиально. Вот я не люблю таких девушек. Я понимаю, каким образом достался этот Парше Каен, я с ней даже знакомиться не буду. Хотя мама, возможно, это папа подарил. Угодить состоятельному бизнесмену непросто. Например, его нынешняя пассия и мать второго ребенка пока еще не стала официальной женой. Для того, чтобы обрести статус жены-миллионера, есть ряд условий. Я Маше очень благодарен Никите, это подарок Господа за эти, наверное, хорошие дела, которые я делал в жизни. И я мечтаю стать многодетным папой. Маша пока не очень хочет стать многодетной мамой, но я надеюсь ее уговорить. Мы не женаты, но когда я стану многодетной папой, я, как честный человек, буду обязан жениться. Сможет ли молодая жена оправдать ожидания миллионера? Ведь далеко не каждая женщина согласится на роль матери большого семейства, которое всю свою жизнь посвящает детям. Эксперты по семейным отношениям советуют, чем отправляться на поиски своей второй половины, разберитесь в себе. Когда мы сами себе не нравимся, какие бы мы не были прекрасные, там, запредельные красотки, если есть внутри вот эта червячина, ты глаз не поднимешь, ты будешь сутулая, ты будешь неэффектная, и вот этот глаз гореть не будет, ничего не случится тогда. Большинство из нас мы недолюблены. И мы ищем партнера, который нас долюбит. Есть такая штука, что мы думаем, что мне плохо одной, мне так плохо, я себя не люблю, сейчас я найду его, и он меня будет любить вместо меня. Но потом конфетно-букетный уходит, и наступает реальность, которая была, ее недостаточность внутри. И важно понимать, что мужчина – это не психолог, это не исправитель прошлого, это не папа, который должен долюбить. И женщина тоже – это не мама, не психолог для мужчины, и не человек, который его должен долюбить вместо мамы. Понимаете, да? И если я недолюблен, я буду притягивать таких же людей. Специалисты говорят, важно, чтобы человек сам разрешил себе быть счастливым. Но этому обычно препятствуют три барьера в сознании – воспитание, собственный опыт и образ жизни. Можно ли перепрыгнуть через эти стены, которые созданы исключительно нашим мозгом? И если вы считаете, что вы имеете право быть любимым, имеете право иметь хорошую семью, здоровых, умненьких деток, то вы это имеете. Напомню. Мы решили провести социальный эксперимент. Девушка за четыре недели должна найти свою вторую половинку и построить отношения. Проблема Лаймы Ирбис в том, что мужчины отпугивают ее резкое и порой агрессивное поведение. Поэтому наша героиня сегодня встречается с профессиональной гейшей и инструктором по женским практикам Аленой Ворониной. Я хочу тебя посвятить в одни интересные традиции, которые зародились в Японии – искусство гейш. Искусство гейш – это искусство быть настоящей женщиной, настоящей обольстительницей. Именно гейши обладают тайными секретами покорения мужского сердца одним лишь взглядом. Они являются хранительницами самого древнего искусства соблазнения и до сих пор считаются эталоном сексуальности и женственности. В чем же секреты магической притягательности гейш? У женщины очень большая и мощная сила. И есть женщины, которые смогли ее раскрыть, но которые не умеют ей управлять этой энергией. Возможно. Ей можно подавить мужчину, ей можно вдохновить мужчину. Настоящая гейша, утверждает Алена Воронина, в совершенстве владеет не только своим телом, но и сознанием. Древним удалось раскрыть секреты управления мозгом, которые современная наука смогла объяснить только в наши дни. Гейши могут посоветовать приводить себя в такое состояние, при котором мужчина будет с вами расслаблен. Когда мужчина расслаблен, он вам доверяет. Если вы умеете расслаблять своего мужчину или собеседника, рядом с вами находящего, вы вызываете в нем доверие. Мы помогаем мужчине прежде всего тем, что мы, находясь рядом с ним, возвращаем его в это состояние, когда он альфа-самец. Когда рядом с нами он настолько всемогущий, что он может рядом с нами сделать все. Поддерживайте интересы и начинания своего партнера. К новым рекордам Татьяна и Оскар Хартманы всегда шли вместе. И хоть сегодня педали будет крутить муж, сразу понятно, кто в этой семье главный двигатель прогресса. Ну что, ребята? Люди в черном готовы. Есть у меня шанс. Вот мои ноги. А вот мои ноги. Миллионер Оскар Хартман поставил для себя новую цель. Проехать 50 километров на велосипеде меньше, чем за полтора часа. И он точно знает, его жена будет рядом. Как и в других, не менее безумных, на первый взгляд, начинаниях. Если на беговую дорожку, я каждая группа всегда рядом со своим любимым. Верю в него. Встание я не могу. Он не может сделать успех. Ему нужен был ключевой элемент. Мне только один зритель нужен. На трибуне никого не будет, только так. Оскар приехал в Россию, рассчитывая открыть здесь свой бизнес. В тот момент он еще был студентом. Это Татьяна интерном медицинского университета. Хорошо идешь. Тренировался не зря. Молодец. Они встретились в спортзале. И с тех пор, как говорит Татьяна, не расставались почти ни на минуту. И когда Оскару пришло время возвращаться в свой университет, девушка решила бросить все и уехать вместе с ним в Америку. И, наверное, там произошло первое наше становление семьи, потому что мы не рассчитали правильно наш семейный бюджет. У нас заканчивались и заканчивались деньги. А жить надо было полгода. И мы съезжали из съемной квартиры из большой. Все меньше, меньше, меньше. Потом дошло до того, что мы жили какое-то время даже в машине. Сейчас Хартманы владеют глобальной сетью интернет-магазинов, инвестируют в новые технологии, а общая капитализация всех компаний семьи превышает 5 миллиардов долларов. Но все это, как вспоминает Татьяна, началось со скромной суммы, которую они вместе решили вложить в свой первый сайт. 30 тысяч долларов. Это были все сбережения Татьяны и Оскара. Я четко понимала, что мы всего добьемся. И просто надо немножко подождать. Это такой временной период, который необходимо пройти для... Наоборот, хорошо, что мы выросли вместе и создали семью. Расслабленные ноги! Вот, правильно. Тренер говорит. Расслабленные ноги. Надо расслабиться и получать удовольствие. Татьяна говорит, что ее муж вряд ли знает, откуда у него утром появляются чистые рубашки. Она управляет домом и следит за расписанием Оскара. Я как секретарь выполняю очень много разных функций. И мы в тандеме. Мы все время вместе. Я четко знаю, когда у него, где какие встречи, куда он летит, с кем ему надо встретиться. Направляю, советую, разговариваю, выслушиваю. В этом заезде миллионер Оскар Хартман превзошел самого себя. И все потому, что чувствую, Татьяна как всегда переживает и поддерживает его. Оскар, как ощущения? Маленький шаг для человечества. Огромный шаг для Оскара. Оскар, красавчик, молодец. Ты лучший. На 7 минут лучше, чем хотел. 83, да. Может, рискованные эксперименты Оскара стали удачными именно благодаря вниманию Татьяны? Кто же из них на самом деле стал миллионером? У психологов нет однозначного ответа на этот вопрос. Влияет ли женщина успех? Да, влияет. Виновата ли женщина в том, что мужчина неуспешен? Нет, не виновата. Но можно ли повлиять? Конечно же, можно. То есть, опять же, есть простой вопрос, который важно задавать. Когда мужчине плохо, когда у мужчины депрессия, и даже если у мужчины все хорошо. Дорогой, скажи, пожалуйста, как я могу тебя поддержать? Ты вижу, что сложности. Я понимаю тебя, понимаю тебя как мужчину, и мне важно, знаешь, быть ценной для тебя, как для женщины. Дай мне инструкцию. Как я могу тебя поддержать? Наша героиня Лайма Ирбис тоже не прочь стать женой миллионера. Вот только отношения с мужчинами у нее никак не складываются. Поэтому тренер по женским практикам Алена Воронина предлагает ей для начала найти общий язык с лошадьми. Верховая езда, она прекрасно помогает также наладить контакт с мужчинами, раскрыв в себе вот эти вот способности быть плавной. Хорошо, умничка, спасибо тебе. Женщина, которая может управлять мягко, не подчиняя себе этого зверя. Сегодня у Лаймы первый урок верховой езды. Раз, два. Вы гимнастка, нет? Раз, два. Раз, два, три. Давай. С третьей попытки Лаймы все-таки смогла обуздать коня. Не плюхаемся. Держимся в седле. Высоко. Ой, мамочки. Когда мы сидим в седле, мы чувствуем себя в определенном состоянии. В состоянии амазонки, царицы. Женщина, которая может управлять таким большим животным. И появляется безумная уверенность в себе, в своих силах, что ты можешь все. Ты можешь управлять животным, ты можешь управлять своей жизнью. Эти умения можно использовать в общении с мужчинами, в диалоге с мужчиной. Это пригодится. С каждым кругом Лайма все увереннее держалась в седле. А потом и вовсе расслабилась и почувствовала. Сейчас она по-настоящему на коне. Смотрите далее. Секреты счастливой семейной жизни от пары, которые вот уже 70 лет вместе. В случае счастлива, я не представляю, как я буду жить. Живем пока вместе. Живем, не знаю, каждый день. Но я на нее, как говорится, не в обиде. И советует экспертов, как сохранить брак. Секрет успешных отношений писали всегда на стене рабочей столовой. Будем взаимно вежливы. А также финал нашего эксперимента. Чем закончится свидание Лаймы. Что-то меня хотите, ваш Алексей не пришел. Коучи и психологи уверены, позитивные перемены приходят в твою жизнь, когда подсознание работает в нужном направлении. Нужно попробовать визуализировать или даже реконструировать желаемые события. Поэтому тренер по межличностным отношениям отправляет Лаймо в свадебный салон. Вы носили когда-нибудь длинное платье, подскажите? Нет. Нет? А свадебное платье надевали? Один раз. Какое оно было? Оно было короткое. Короткое. Короткое и серебряное. Но это было не совсем свадебное платье, просто намек на свадьбу. Я поняла. А есть мечта о свадебном платье? Как вы его представляете себе? Нет, вообще не представляю. Вообще? Лаймо должна примерить свадебные наряды, чтобы почувствовать себя невестой. Но ни одно платье в салоне девушку не привлекает. Они все очень громоздкие, большие, помпезные и вообще не про меня, короче. Прямо так. Я бы брючный костюм какой-нибудь померила. Это мне более свойственно. Лаймо интересуется, а нет ли в наличии черного свадебного платья. Этот наряд ей явно нравится. А вот сотрудницу салона он смущает. Черное вам, безусловно, идет очень красиво. Оно вас прям вытягивает, подчеркивает вашу индивидуальность. Но это не свадебное платье. Это вечернее. На вечер вы можете взять, допустим, черное платье и переодеть, как второе. Но на свадьбе должно быть обязательно белое или айвори, или кремовое. Это вот мое мнение. После долгих уговоров Лаймо все-таки соглашается примерить традиционные платья невесты. Как вы себя ощущаете? Непривычно. Не, оно очень удобное на удивление. Ну и жених, конечно. Да, жених нужен такой, подобающий. У героини уже появились мысли о потенциальном женихе. А это значит, ее подсознание заработало в нужном направлении. У нас девочки, которые приходят к нам на работу, примеряют платья. Ну, просто им интересно. Такая закономерность, что в течение года они играют, им делают предложение, и они выходят замуж. У нас уже так. С меня остался год. Да? У меня остался год. В смысле, у вас вся жизнь есть на это. Но у нас, как правило, в течение года делают предложение. И уже мы, девочек пять, точно выдали замуж наших. Не, платье у вас шикарное, я к вам прислучаю. Если он все-таки случится... Он обязательно случится. Нужно притягивать вот эти все мысли. Если вы этого действительно хотите, притягивайте. И достойный обязательно найдется. Не найдется, он вас найдет. Если вы встретите свою настоящую любовь, то она от вас никуда не денется. Ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Габриэль Гарсия Маркес. Эти люди прожили вместе более 70 лет. Николай и Мария Гончарова знают особый рецепт семейного счастья. Я тут как подсобный рабочий. Вот так всю жизнь, да, все 73 года вместе? Все вместе, чем мы. Они встретились во время Великой Отечественной войны. Николай был летчиком, Мария – техником на аэродроме. А поженились, как только командование секретной авиачасти дальней авиации в Мурманске разрешило офицерам покидать расположение гарнизона. Свадьбы у них не было. Они просто нашли единственный в городе ЗАГС и почти моментально стали мужем и женой. Мы документы подали, у меня-то удостоверение офицерское, а у нее солдатская книжка просто была. Записали Гончарова, все, она нам выписала. Сколько стоит это? Она говорит, это 3 рубля стоит, а если будет разводиться, то будет стоить 15 рублей. Разводов не будет, все. После войны семья ютилась сначала в землянки, которую им самим пришлось выкапывать в Мурманске. Затем офицеру Гончарову улучшили жилищные условия. Переселили в барак. Его жена говорит, что скандалила только если муж уходил на службу в грязной одежде. Друг друга не бежали, не... Ну, где пошумишь он, заставляю его рубаху переодеть, он сидит, не хочет переодевать. Пошумишь, но ведь не это с ней, вот, как будто, ругаться. Помолчу маленько. Вот, она покипит, покипит, тоже быстро отходит, начинаем разговаривать. Ну и все. Я, допустим, вот не представляю, случись, что с ней, я это не представляю, как мне быть. Трудно поверить, но тайны успешной семейной жизни были раскрыты еще в середине прошлого века. Может, то, что придумали авторы советских плакатов, это не просто пропаганда, а коррекции сознания в государственном масштабе? Секрет успешных отношений писали всегда на стене рабочей столовой. Будем взаимно вежливы. Если мы слышим друг друга, если мы слушаем друг друга и идем друг к другу навстречу, это залог нормальных, стабильных отношений. Если мы все время защищаемся друг от друга, это уже не отношения, это уже такая легкая локальная война. Но современные же тренеры говорят, объясняйте партнеру, в чем он неправ и чего именно вы хотите достичь. Но не в одиночку, а вместе. Как вы можете помочь партнеру и какой помощи ждете от него? Формулируйте свои желания в настоящий момент. Я имею самого лучшего мужа на земле. Я его люблю. Он любит меня. Мы доверяем друг другу. Мы поддерживаем друг друга. Я имею рядом с собой такого человека, с которым я счастлива. Я горжусь им. Он гордится мной. Он меня поддерживает. И мы любим друг друга. Даже если у вас в данный момент такого человека нет. Если вы будете мыслить и собирать свой мыслеобраз таким образом, этот человек появится у вас. Тем временем, наша героиня-актриса Лайма Ирбис пытается привлечь любовь в свою жизнь. Напомним. В ходе эксперимента она познакомилась сразу с несколькими молодыми людьми и даже обменялась с ними номерами телефонов. Но прежде чем пойти на свидание, Лайме нужно раскрыть в себе женскую энергию. Она уже послушала советы опытной гейши, взяла несколько уроков верховой езды, представила себя в роли невесты в свадебном салоне. Сегодня она пришла в танцевальный зал. Педагог должен научить ее страстному и чувственному танцу. Танго. Спустя две недели занятий, Лайма решает пригласить бизнесмена Алексея на открытый урон. Во время недолгой беседы в ресторане он сумел заинтересовать девушку. Какая-то ответная реакция от него была нестандартная. Возможно, она стандартная, но какая-то, я не знаю, взаимодействие. Александр это назвал, как-то он сказал, то ли химия, нет, ну химия – это какое-то очень примитивное слово. В общем, мне отозвалось. Отозвалась его реакция на меня. Он сказал, что он занимается танцами. Алексей с радостью отозвался на приглашение Лаймы. Ведь он признавался, что и сам любит танго. Объединит ли их танец любви и страсти? Сегодня у нашей героини Лаймы важный день. Это ее первое свидание с Алексеем. Но все пошло совсем не так. Лайма должна выйти на танцпол в 18.00. За 10 минут до этого Алексея нет. Какие уж тут танцы. Алексей не пришел. Неужели все эти тренинги и занятия были напрасными? Ради чего Лайма потратила столько сил? Чего она ожидала? Неужели ее прекрасный принц снова ускакал на своем белом коне совсем не в том направлении, как много раз было в ее жизни? Прости, 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 правда. Пробки ужасные. Ты же знаешь Москву. Пойдем, еще не опоздали. Побежали. Что же эти двое почувствовали в тот момент? И какие силы свели их вместе? Биологи сказали бы, что это не танго. А всего лишь танец гормонов первобытной части подсознания. Но только человеку доступна великая сила, которая способна изменить все. Сила любви. И ей можно научиться управлять. Смогут ли эти двое стать настоящей парой? Как семья Гончарова, которые прожили вместе более 70 лет. Как бы ни закончились эти отношения, сейчас мы знаем, как выглядят люди, которые по-настоящему счастливы.